Здравствуйте, меня зовут Наталья, я из города Иркутска, и в марафоне я участвовала под ником Натальи. Хочу поделиться своим опытом участия в марафоне по призванию. Ну, в первую очередь хочется сказать, что это был для меня уже второй марафон. В первом я участвовала в марафоне женственности. Три месяца писала отчёты, делала задания, получила хороший результат и решила двигаться дальше. Поэтому в первые две недели марафона по призванию я опрашивала всех своих знакомых, буквально мучила, докапывалась, чем мне заниматься в жизни, в чём мои таланты, к чему у меня больше способностей имеются. Ну, и получила очень много разных ответов, но чаще всего звучало то, что мне хорошо получается заладать мысль на бумаге. Поэтому я решила отбросить какие-то свои страхи и написать моему знакомому редактору журналу о том, что дала ссылки ему на свои статьи. Мне он ответил, сказал, что у меня неплохо получается и предложил мне работать внештатным журналистом. Ну, это было очень неожиданно, потому что я вообще никогда не думала всерьёз, что у меня может что-то получиться. Но буквально через две недели я уже брала своё первое интервью, а ещё через неделю вышла моя первая статья в журнале. Вот, сейчас это дело продвигается, завтра у меня уже выходит вторая статья, есть задумки по написанию третьей. Ну, в общем, я сделала очень такой хороший, мощный шаг к своему какому-то таланту, может быть, в будущем, который откроется уже с полной силой. И я хочу сказать, что анализируя себя в марафоне, я поняла, что от меня реально, от меня какого-то яркое, интересное, творческое девушки отделяют всего два момента. Первое — это лень, второе — это страх. Поэтому я, особенно во втором месте, я очень активно боролась с этими двумя своими позициями и недостатками. И, значит, я участвовала, посмотрела, сходила на курсы ораторского мастерства. У меня было новое направление в танцах. Я была на консультацию ведического астролога, который мне вообще, то есть, очень сильно продвинул и дал какое-то такое направление моего пути. Было много-много лекций, семинаров. Но самое-самое главное — это то, что я, наконец-то, поборола свой страх. Один из самых таких серьёзных — это выступление на публику. Я, особенно на аратомском искусстве, я с этим поработала, проработала и очень сильно продвинулась после этого. Поэтому я хочу сказать большое спасибо Ольге Валяевой и, особенно, Алексею Валяеву за организацию марафона по призванию, за то, что я смогла благодаря им сделать первый шаг. Я хочу сказать всем спасибо, кто участвовал, кто поддерживал, с кем мы вместе общались. Девочки очень сильно вдохновлялись своими примерами. И я хочу пожелать смелости тем, кто будет участвовать дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!